вообще я тебя маш сегодня будила в тридцать восемь минут в тридцать пять и в тридцать восемь и вообще ты знаешь что если бы я вас не разбудилась его и меня будильник не прозвенел то вы бы вообще никто не встал просто я в тридцать пять минут пошла к бабушке бабушка дрыхнет вообще игра а чё уже 35 минут никто но я думал что просто раньше станет чем ты тоже потом я зашла к тебе говорю что типа 35 минут и да да я знаю но ты я знал что в 40 должен быть денег на просто зашла тебе заранее и потом когда я в общем-то пошла на кухню то все обратно шла игру маша 38 2 минут все а потом уже вышла когда ты уже одетая была у меня в денег заработал это поставил но я знаю почему я же у меня же ставили по информатике я что сделала я зашла в этот будильник просто поменяла название игры по-русскому поменяла время немножечко потому что позднее прийти надо туда в 9 6 9 0 6 тут 9 20 а где недель ты не поменяла а недель достался 5 5 5 замечательным ты бы так вообще проспала все а если думать чего не звенит ну лишь как хорошо я поэтому всегда ставлю будильник дубляж и всех проверяю чтобы бабушка тоже будет не ставит она так просыпается но просыпается так через раз через раз она просыпается иногда не в то время когда надо то начали в 5 утра проснется потом сразу в 11 которая была прививки она же это по сути только те которые делали в школе а где ищете могли делать больницы ну да ну вроде бы все в школе мы делали школа поешь делаешь там как в детстве когда мы молись но это уже есть ревакцинация стоит значит я хотела в интернете посмотреть там же есть можно по интернету знать все прививки сложная процедура что сделать оформить надо оформить карту эту электронную я хотела узнать какие у меня прививки вообще все прививки мы делали только манту иногда не делали тебя какие-то годы гриб гриб вообще в этой справке не указывается это указывается обязательные прививки все обязательные прививки все обязательные прививки у тебя стоят мы отводы не делали ни на какие обязательные прививки только но гриб это не обязательно прививка иногда мы делали иногда не делает как попадется и манту тоже иногда делали иногда не делали все остальное это именно прививки у тебя все стоят все соглашения писал конечно но все я все всегда писала то что я за вакцинацию да да вот пандемия гриппа ой пандемия коронавируса все ждут прививку вакцину потому что если правильно те кто не делает прививки понимаешь они может быть и думают типа о себе во первых вреда от прививки не больше чем и польза от нее польза от нее даже больше во вторых хорошо все не привьются вот все не привьются начнется эпидемия то есть сейчас конечно когда 90 80 процентов привитых людей то вот эти 10 20 которые не прививаются и типа берегут свое здоровье они имеют возможность не прививаться потому что 80 процентов привитых делают то что нету никаких пандемии правильно а теперь представь если каждый будет думать а я прививаться не буду если 80 процентов будет не привита а 10 или 20 будет привита то смысла не будет потому что просто начнется эпидемия и и все советское время почему было что отвод у тех кто по здоровью действительно есть люди там аллергики по здоровью но нельзя им ставить прививки и правильно и не надо им ставить прививки и они не ставят за счет того что другое население она осознанно и она привиты все равно вело осознанный образ жизни они так как сейчас хочу ставлю хочу нет туберкулез ходят везде она и неизвестно кому чё там передается какой пилом и человек такая и она мы не предлагали они обязательны у нас в россии нет во первых эту прививку отменили потому что она это от рака шейки матки шейки до папиллом и человека на по-другому называется но во первых она была экспериментальная во вторых она вроде бесплодия вызывала у нас на в обязательных прививках никак не числится в обязательных прививках отправлять от столбняка кстати вот если на гвоздь наступить как там под папа наступил или бабушка или вот в паранице в любом случае баба хоть прививку от столбняка если даже ее нет и детям ставят так это хорошо удари тогда помнишь на палку наступил папа на гвоздь достали на полку и палка проткнул ему палец ему операцию 9 операцию делали там и ездили на даче с ним ездила ему там вместо больницы вынимали это общем пошло очень сильно сучок вошел очень сильно в палец вот и у него было прививка от столбика это было очень хорошо мы сделали операцию сразу спросили это прививкой фермика а папа он не знал есть него или когда он наступил на гвоздь ржавый, ему ставили прививку от столбняка. А так коклюш, корь, всякие вот эти болезни. Кстати, если переболеться этим болезнью, иногда осложнение хуже, чем от этой прививки. Если человек здоров, то прививка ему, в принципе, процентное соотношение. Но это как лекарство пить. Антибиотики люди тоже пьют. Конечно, не надо их пить просто так. Но если есть уже показания к ним, то нужно пить антибиотик при, к примеру, пневмонии. Ну, не вирусный, а обычный. Если не будешь пить антибиотик, что будет? Лучше антибиотик пить. Тут же всегда на весах. Что лучше, а что хуже. Правильно? Вот, поэтому для здорового человека прививка лучше, чем переболеть этой болезнью. Прививая только от самых таких страшных болезней, которые плохие и от которых осложнений гораздо больше. Гораздо. Рассказывала, не мешал ли спать? Я вообще не была здесь. А я, во-первых, не спала. До этого я спала. Ну, когда спала до этого? А, ночью она где-то у вас была. У нас была? Да, она хотела что-то скинуть со стола, и я ее вызвала из комнаты. И она пошла куда-то гулять. Кейся, Кейся. Так вот, мы рождаемся. Вот это вот. Ну, правильно. Хотя не очень понятно вообще, как. Так получается, ты же... Ну, так нейроны мозга у человека, у ребенка начинается развиваться нейронная сеть в мозге. Во-первых. Во-вторых, ты понимаешь, если каждый раз тебе показывают вот так вот, говорят, кровать, кровать, палец, палец. Ассоциация-то проводится ребенку. Да, это все понятно, смотри. Это же происходит не за месяц. А представляешь, сколько лет ребенок учится словам, и ему показывают собачка, аф-аф. Причем иногда он даже не говорит, что это собака, аф-аф, потому что у него ассоциация, аф и животное. Потом уже он начинает его определять. Вот даже когда говорят какое-то слово, научный термин какой-то, ты слышишь, и ты как бы можешь догадаться, какой смысл, потому что ты, может быть, какие-то предложения где-то слышала. А когда есть человек, не носитель, учит язык, он же, я не знаю, сколько лет надо прожить, чтобы это понимать. Так ты не поймешь нифига, новое слово. Не поймешь, конечно. А мы понимаем, потому что не знаем это слово, потому что носители, мы как-то, может, слышали где, может. Правильно, но хорошо, нет, а дети, которые рождаются, если с ними с детства говорят на нескольких языках, то они же тоже начинают говорить им на том, почему, потому что они сразу слышат, а все-таки развивается, понимаешь, все-таки нейронная сеть. Ну, я чего хотела спросить, я хотела спросить, это если ребенок, а если не ребенок, если взрослый, он сможет так или не сможет? Ну, как бы стать носителем какого-то языка, никогда не, ну, как бы, не изучая его с детства. Ну, нет, ну, понимаешь, может быть, если он долго проживет, выучит в каком-то возрасте и окунется в эту атмосферу, да, но в чем суть, если не заложится навыков, вот почему, например, у детей, там есть маугли, которые, не знаю, там, родители их не учили чему-то до какого-то возраста, и было навсегда утеряно это, ну, умение у человека, потому что все равно у нас есть какой-то период, когда развиваются эти нейроны. Если его упустить, то все, то есть если ребенка запереть и до 10 лет с ним не разговаривать, возможно, он не научится никогда нормально уже разговаривать, потому что время упущено. То есть вопрос в том, что, конечно, если человек развивался на своем языке нормально, он научился говорить, то есть строить логическое мышление, то есть потом он может изучать другие языки в другом возрасте, но если ребенка там, он вот как были, с животными рос, еще что-то, с ним не разговаривали, ему даже трудно было потом, невозможно было обучить языку просто, которого как бы, ну, в той среде, где он живет. А уж не говоря о том, что другой язык, понимаешь, то есть все-то есть периоды, и вот в эти периоды, если не формируются нейронные связи, все, кстати, вот Курпатов говорил, что если у котенка показывать ему какие-то, в общем, линии, он видит сначала там вертикальные, перпендикулярные, и вот если в каком-то возрасте, ну, я не помню, точно не скажу, но в каком-то возрасте котенка, да, горизонтальные, вертикальные линии, не показывать ему какие-то линии, а показывать только такие, то он потом не может их различать. То есть он видит только, например, горизонтальные поверхности или только вертикальные. Нейронная сеть сформировывается таким образом, что потом просто она не умеет их считывать и не видит. Вот и все, так же человек, если он не говорит, до 13 лет с ним вообще не говорить, он не умеет потом разговаривать, очень трудно его, ничего не научишь и так далее. В этом вся проблема. Слушай, а наша кошка видит ли горизонтальные, вертикальные линии? У нас все кошка видит, мы же ее не запирали нигде. Да. Это специальные ученые провели эксперименты. Они хотели узнать, можно ли обучить потом, если не сформировалось в какой-то период. И поэтому они брали каких-то животных и показывали им что-то определенное. То есть это был эксперимент, что они сажали, или животное видело только что-то одно. Ну, то есть как бы, и потом смотрели, как она будет реагировать, когда уже, ну, они вносят его, и он должен видеть как бы все, а он все не видит, понимаешь? Весело. Ну, вот поэтому. А, конечно, если ты свой язык знаешь, конечно, кому-то труднее, кому-то проще, потому что тоже зависит от того, как там сформировано все в мозгу человека, какой у него тип, склад ума, гуманитарный. Мышление. Да, логический, аналитический. Ну, языки разные. Одни языки. Построение языка разное вообще. Ну, вот и по факту получается, что, конечно, потом научишься языку. Если ты будешь много в этом языке жить прямо в этой стране, то я думаю, что, конечно, на нем и мыслить можно начать. А если, конечно, так просто научишься и будешь где-то словечки высказывать, то нет, конечно. А что, ты решила языки изучать? Да я просто так спросила, я просто, ну, я просто думала, думаю, вот мы живем-живем, что-то балакают, балакают все. Мы ведь понимаем, мы же просто говорим, по сути, набор, набор букв, звуков. Да. Звук. Вот. А сейчас мы на швасов поймем. Ну, мы разделяем, мы разделяем, что вот это одно слово, это второе. А вот, кстати, тоже я смотрела, что, оказывается, вот только у носителя языка есть разделение этих слов. То есть, если говорить очень быстро, не делать паузу между словами, то наш мозг уже запрограммирован, нейронная сеть и так сделана, что мы поймем, вот я говорю сейчас, я говорю сейчас очень без паузы, вот так, да, и ты понимаешь слова, а если иностранец, он не поймет, ему надо паузы делать, потому что его мозг еще не, ну, потом, но это можно научиться этому, но пока, если, пока человек учит, его мозг не может разделять слова. Понимаешь, что интересно? Человек, правда, реально делает, может делать мало пауз, вот так говорить однотонно, вот не делая вообще никаких пауз между словами, и человек понимает, что он говорит. А то есть, для иностранца есть вот такая монотонная речь, и непонятно, где вообще паузы стоят, как он должен разделять слова? А хочешь прикол? Я смотрела на иностранка, я не знаю, с какой она страны, она русский, русский несколько лет учила, и она решила решить задание из ЕГЭ, там было стихотворение, в котором написано «Черемуха», и она думает «Черемуха?» Ну, понимаешь? Ну, да. «Черемуха-муха-муха-муха-муха-муха-черё-черё-черё», она подумала, что это как черлизинка в английском, «Черемуха-муха-муха». Правильно, потому что она не знает такого слова. Да, она увидела муха. Так много таких слов есть, когда мы одно видеть, не то. Да. Да. А. Продолжение следует...